У цыпленка вывернута шея. Болезни домашней птицы чаще всего возникают из-за нехватки витаминов. В этом случае вовремя проведенные мероприятия по излечению могут дать хороший результат. Однако у кур встречаются абсолютно неизлечимые заболевания. К числу таких относится болезнь Нью-Касла. Это вирусное заболевание часто путают с другой проблемой, в простонародье именуемой «вертячка». Дело в том, что у заболеваний схожие симптомы. При этом болезнь Нью-Касла вызвана вирусом, заразна и неизлечима. А вот с обыкновенной «вертячкой» у цыплят и кур можно бороться, если знать как. А вертячки у кур – цыплят, бройлеров. Первые упоминания о болезни Нью-Касла были датированы 1926 годом. Тогда болезнь поразила домашних птиц на острове Ява. Уже на следующий год вирус оказался в Великобритании, эпидемия убила много курей в городе Нью-Касл, Англия, откуда и взялось ее нынешнее название. Дальше заболевания разнесли перельетные птицы по всему земному шару и вот уже у домашних курей начали выворачиваться головы. Вертячка – это не вирусное заболевание, при котором страдает центральная нервная система курортов. Клиническая картина болезни абсолютно идентична. Но если обычную «вертячку» можно попытаться вылечить, то Нью-Касл становится серьезной проблемой, потому что вирус начинает распространяться. А убить его очень трудно. Почему у цыпленка вывернута шея? И болезнь Нью-Касл и «вертячка» поражают нервную систему. Из-за этого у кур может вывернуться шея, парализуются лапы и крылья, происходят точечные кровоизлияния во внутренних органах. Еще одно проявление заболевания – потеря ориентации. Первые признаки проявления заболеваний – сонливость, потеря аппетита, взъерошенность. Через некоторое время появляются признаки поражения органов дыхания, а из клюва цыпленка и ноздрей выделяется слизь. Цыпленок – вертячка, как и болезнь Нью-Касла, имеет схожую симптоматику, у цыпленка неестественным образом сворачивается шея. Однако ввиду отсутствия возбудителя, болезнь не считается заразной, а порой даже лечится. Очень редко шею птицы может выкрутить травма. Вертячка у кур – симптомы и лечение. При первых признаках – вертячки, если у цыплят сворачивается шея, необходимо немедленно изолировать птицу, а место предыдущего пребывания продезинфицировать. Отдельная клетка должна быть просторной. Стоять в тихом месте, без сквозняков. Освещение по типу – пасмурный день. Накрывать тканью клетку не стоит, это вызовет стресс у птиц. Важно! Необходимо строго соблюдать световой режим, 10-12 часов бодрствования и сна, иначе болезнь будет крутить шею куром еще больше. После перемещения в отдельную клетку, куром, у которых начало выкручивать шеи, стоит улучшить питание, добавить в рацион больше зелени. И ввести витамины и препараты. Необходимо помнить, что на вопрос, почему у бройлеров выворачивает шею, ответа 2, но для определения единственно верного необходимо провести ряд мероприятий. Болезнь Ньюкасла уцеплят симптоматический способ лечения предполагает использование следующих лекарственных препаратов – в паилку. На каждые 10 мл жидкости добавить по 1 капле тиамина – B1, по 2 капли передоксина – B2, и по 2 капли цианокабаламина – B12. Фоспринил ветеринарный иммуномодулятор по 1 капле в клюв или иммунофан. Пироцетам или наотропил, снимаем оболочку и растворяем четверть таблетки в 2 мл воды. Лечение – по 1 капле в клюв ежедневно. Витаминный комплекс. Антибиотики – байтрил, ампицилины или другие. Противогрибковые препараты. Поддерживающая терапия – корсил, метионин, пивные дрожжи. Фоспринил ветеринарный кривошесть у цыплят, как лечить и что делать. Зеленые растения нужно давать 3 раза в день – крест-салат, одуванчики и дыре. Закрывающая круглая скобка. Усиленное питание необходимо продолжать до того времени, пока не станет окончательно ясно – это вертячка у цыплят или болезнь Нью-Касла. Профилактика. Как известно, лучшее средство от всех болезней – профилактика. Лечиться гораздо сложнее. Особенно в случае с данным заболеванием. Поэтому владельцу птицы стоит обратить внимание на следующие советы. Частота клетки с птицами нужно содержать в чистоте. Новые птицы в курятнике должны сразу пройти карантин для выявления возможных заболеваний и определения, почему у цыпленка вывернуло голову, если это одиночный случай. Обязательно нужно ограничить контакт курей с другими птицами – болезнь Нью-Касла чаще всего разносят голуби. Обеззараживание для снижения риска возникновения вирусной эпидемии обязательно нужно проводить регулярное обеззараживание и проветривание. Все поверхности в курятнике надо вымывать смойщим средством, с последующей обработкой дезинфицирующими составами – перекись водорода, хлор и ПР, закрывающая круглая скобка точка. Для снижения риска возникновения вирусной эпидемии обязательно нужно проводить регулярное обеззараживание курятника после нанесения. Препаратов необходимо подождать минут 30 для вступления активных компонентов в реакцию с микроорганизмами. Для усиления эффекта – раствор с дезинфицирующими средствами нужно сделать теплым. Важно, прежде чем запускать птиц, следует дождаться, чтобы все обработанные поверхности высохли. Карантин заболевших куриц необходимо сразу изолировать. Это важное условие, которое поможет локализовать цыплячий недуг. Только потом за ними наблюдать, с целью определения основной причины появления симптомов. Вакцинация цыплят от болезни Нью-Касла существует специальная вакцина. Однако владельцы небольшого количества кур практически не защищают своих птиц ввиду дороговизны лекарств. Тем не менее, данный вариант обязательно стоит рассмотреть. Появление первых признаков болезни еще не повод для паники, ведь причиной может быть простой авитаминоз. Возможно вирус тут ни при чем и кур спасет усиленное питание с биодобавками.